24 июня на городском стадионе прошло открытое первенство Фурмановского района «Побегу на милю», посвященное памяти тренера Александра Лукичева. Традиционные соревнования собрали легкоатлетов из Приволжской, Вичуги, Кохмы, Владимира, Иванова, Шуи, Родников и Фурманова. Участники выступали на дистанциях 1000 и 1609 метров. Хочется отметить, что в этом году соревнования проходили именно в день рождения Александра Владимировича. Ему бы исполнилось 74 года. Особенно приятно было видеть большое количество спортсменов, бывших учеников тренера, для которых он открыл удивительный мир легкой атлетики, а также верных друзей. Говорят, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нем помнят. Лучшая память об Александре Владимировиче – продолжение его дела, сохранение всего того, что он оберегал на протяжении всей своей жизни. С такими словами к присутствующим обратился советник главы Фурмановского района Дмитрий Ключерев. Мы последователи спорта, мы последователи Александра Владимировича, которого я знал лично, горжусь этим. Это не только хороший тренер, он хороший человек по жизни был, хороший отец, и всегда к нему можно было обратиться за помощью. И, наверное, чтобы вы всегда любили этот спорт так же, как любил и вкладывался в него Александр Владимирович, который это мероприятие сделал для нашей территории традиционным. Первое открытое первенство Фурмановского района «Побегу на милю» было проведено в 1997 году. С 2014 по инициативе Александра Лукичева при поддержке спортивной общественности Олимпийская миля возродилась в новом формате. 8 ноября 2020 года невосполнимую утрату понес весь Фурмановский район. На 1971 году из жизни ушел организатор, тренер, педагог, почетный гражданин города, ветеран труда и замечательный отзывчивый человек Александр Владимирович Лукичев. За 40 лет трудовой деятельности он организовал и провел множество спортивных мероприятий. Стал основателем знаменитого легкоатлетического клуба «Олимпийские надежды». Воспитал не одно поколение победителей и призеров соревнований различных уровней. Конечно, с особой теплотой в сердце о нем вспоминают и родные, которые присутствовали в этот день на открытом первенстве. Мы третий год проводим это мероприятие, спонсируем его. И все равно для меня и для брата это честь, то, что столько народу собралось, и все помнят, и все знают. Он очень много внимания уделял самому спорту. Читал очень много книг про спорт, даже когда я был маленький. В легкой атлетике я начал заниматься еще во втором классе, а профессионально с пятого класса уже занимался. По две, по три тренировки в день. То есть это было очень тяжело. Скажем так, что у меня как такового не было детства. То есть все было в спорте. Ученики Александра Лукичева по сей день вспоминают интересные и познавательные занятия, пользуются советами тренера. Действительно, всю свою жизнь он посвятил развитию спорта в Урмановском районе. Это, безусловно, очень ценил каждый. Алена Зеленцова – бывшая ученица Александра Владимировича. В свое время она даже представить не могла, что свяжет свою судьбу со спортом. Сейчас работает тренером-преподавателем по коррегирующей гимнастике и легкой атлетике в детской и юношеской спортивной школе. Александр Владимирович для меня всегда был поистине очень честным, отзывчивым, хорошим человеком, который дал мне безумно много полезной информации, который меня, можно сказать, воспитал, который стал для меня просто вторым папой. До сих пор о нем вспоминаю только хорошим словом, скучаю. И мне сейчас, как молодому преподавателю, очень сильно нужна его поддержка. Хочется спросить у него совета, прийти, но пока пользуюсь тем, что набралась опыта у него до этого. Да, решила, что сегодня у меня будет последний все-таки забег, потому что все-таки возраст, болячки, спорт – это такое дело, что болит после него все, особенно после профессионального спорта. В дальнейшем планирую семью, детей, поэтому думаю, что в дальнейшем мне будет уже не до бега, поэтому сегодня будет мой последний забег. Очень сильно переживаю, но в память о своем тренере я готова пробежать, и я пробегу. Победители и призеры соревнований были награждены памятными медалями, кубками и призами. Состязания подошли к концу, но теплая память о тренере, несомненно, останется на долгие годы. Виктория Семенова, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.